МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У эфиры программа новинергиона у студии Павел Савицкий. Вітаю вас, глядитесь сегодня у выпуска. Новое потребование у подректовцы школ до навыкального года под увагой дорожная безпека. Як вырешается проблема, сколько спемедработников и кольки молодых специалистов придут на працу на районы? Письменник, сценарист, политик. Миколай Чургинец сустрелся с бобруйчанами. Каля тысячи человек прайняли у делу Республиканским педагогичным совете у Минску, сярод запрошенных и делегация Могилевской в области. Головная тема сустреча – обмеркование новых подыходов у беларусской адукации. У форуме принял у дел керавник державы. Погляд президента принциповый. Систему адукации на всех узровнях треба не ломать, а удосконалить. Однако першим унести какие-нибудь изменения, вырешено публично обмерковать их с выкладчиками и батьками. Выбрали форму Республиканского педсовета. Напереду дни своей думки на контрразвитие системы адукации выказал профессор, депутат национального схода Игорь Марзалюк. Я глубоко переконану, что для нас это социальный проект. И именно в этом ключе, в этом пафосе, я лечу, будут многие выступления. Для нас адукация, система адукации, и средний, и средний, и специальный, и высший, якостная адукация необходима для того, чтобы наша страна могла динамично развиваться. Чтобы адукация была на тему узровне, который бы нам и пятый, и шестый технологичный уклад, и мощность быть не неким занятбанным кутком в Европе, а нормально, динамично развиваться. До старта нового научного года школы Крычевщины наставники ретуются разом с учнями. У той час, як дорослые фарбовали и ремонтовали классы, дети доглядали кветники, как школьные дворы во убранстве сустрелить детству о Веросневое свято – День ведау. Во всех школах и садках Крычевского района завершили косметичные ремонты и обвестили про готовность до нового научного года. Пригожим и обновленном сустрене селита хлопчика у девчонок Бельский комплекс, детячий сад, средняя школа. Багатце кветок – заправдный гонор вязковой установой адукации. Рассаду выращивают ящи весной у своей теплицы. У квитниках ли краслин и дена тысячи. Высокородные ружи суседничают с яркими петуниями. Все лето заявилися на участку незвычайные клумбы, подобные на кадушке. Скульптурные композиции обновили. Очень приятно приходить в красивую, чистую, ухоженную школу, где много цветов, мало архитектурные постройки. Первого сентября с каким настроением придете? С хорошим настроением. У будинку школы адраматовали фасады ганок. Больше тольно стало у классах и калидорах. А крыловыми фарбами обновили стены кабинета. У дарамонту приступили ясше у червени. Зараз, калю все готово, застается просто наводить глянец и подтримливать парадок. На школьном стадионе з'явился новый тенявый навес с лавами. Зручное место для отпочинку. Хлопцы допомагали установить конструкции. Удобно. При жаркой погоде можно спрятаться у тень, посидеть, за друзьями выйти, пообщаться. Часто бываем, да, играем в футбол, а занимаемся на турниках, а играем в волейбол. Стадион, где школьники бавят час и улетку, целком укомплектованы. С нового научального года в Бельский комплекс придут вучиться 100 хлопчиков и девочинок. Усе классы, школьный дворы, стадион готовы принять дятву. Як поведомили во управлении адукации, спорту и туризму, Крычевская гора и выконками, усі установы подрыхтовались до нового научального года. На усіх объектах подписаны пашпарты готовности до цяпляльного сезона. Дарыши, с этого года з'явилось и еще одно потребование у подрыхтовцы школ до научального года. Во усіх установах адукации ДАИ укоронила еще пашпарты дорожной безопасности. Про тяг темы далее у сюжете. Пашпарт дорожной безопасности повинен быть у кожной школы, кажут супрационники ДАШ-АТО-Инспекции. Гэта полная данная про научальную установу, подшаток занятков, информация про рух, побач со школой, маршрут дом-школа-дом для дятей-батьков, а так само информация про владельника дорог. Гэта усе дели безопасности дятей. Каб науластные вочи оценить готовность школ, супрационники ДАИ разом с нашей сдымочной группой наведали некальки з их. Перший подогляд попала школа номер 44, что у баровцы. Бачим, есть огороджая, есть отповедная дорожная разметка. Въезд на территорию школы ограничивает также еще дорожный знак. 3-2 движения запрещено. То есть эта школа готова принимать детей? Разметка, пешеходные переходы, все разукрашено, пиктограммы, дети, школа, все нарисовано, все готово. У школы номер 25 Могилева так само усе отповедаем. Дорожная разметка, знак пешеходного перехода, повышенный прикметности, вороты зачинены. Усе, как треба. Все летний мониторинг, докладняя супрационники ДАИ, показал, что школы серьезно подошли до дорожной безопасности. Серьезных порушений зарегистровано не было. Госавтоинспекция не зря уделяет этой проблеме очень большое внимание, потому что дети – наше будущее, и они, придя в школу, должны почувствовать себя в безопасности. Дарочи с 25-го жнивня по 5-е вересня у мэтых детячей безпеки распочнется специальное комплексное мероприемство «Увага дети». Как удокладнили удержуто инспекции, у гэты перейд, все водители повинны обовязково рухаться с уключенным ближним светлом фар. Алена Мелешанкова, Александр Артемьев, Новины региона. Укомплектованы рентгенологами, окулистами и травматологами, а так само лор-специалистами. 280 молодых врачов и больше за 500 метеостер. После размеркования прошли во установы Аховы здоровья Махилевской в области. За опушние два года, как означают у Аблова конками, проблема с медработниками на районах Амальштова вырошена. Больше за 40% молодых медицинских работников накировали у районной больницы и вёски. У многих медустановых вакансии не оповедомили у Аблова конками. У первой жаргу имкнулись опрацелотковать и окрас в узких специалистов, бо у них была в острая потреба. У Бобруйской и Могилёве она ещё застаётся. Получаем высокий уровень знаний, но не страшно. Врач всё равно должен совершенствоваться, поэтому я считаю, что достойно справиться с поставленной задачей. Как молодые врачи, ну и как специалисты. Где будешь работать? Во второй детской поликлинике. В Могилёве? В Могилёве. А сама ты откуда? Из Жодина. В Жодина не понадобились лоры, скажем так? В Жодина недостатка не было, поэтому где надо было, там и распределилось. Сама я из Гомеля, в Гомельске заканчивал университет. Ну, так по распределению распределили сюда, в Могилёвске детскую больницу. Нужны были специалисты, и мы отправили сюда. Кадровую проблему допомогали вырешить и так званые метовые накерованники. Когда после ВНУ выпускник вертается в регион, який его накеровывал. Всё лето таких было 72 человеки. Они обязаны отработать 5 лет, тем более 5 лет уже у нас. Последние 3 года они отрабатывают 5 лет. И даже если они уходят в декрет на 3 года, они всё равно возвращаются. Два года они должны отработать. А проходит 5 лет, они остаются? В принципе, конечно, большая часть из них остаётся. На выражение кадровой проблемы поуплывала и подрыхтовка урача огульной практики. У основных яны працуют у амбулаторе, и могут на месте оказать допомогу, и дать консультацию, например, за место кулиста телор урача. Всё лето у медустановы в области приехали 66 таких специалистов. И усеяны практиковались на базе буйных лечебных установ. На сегодняшний день основная задача как перед врачами, так и перед медицинскими сёстрами, которые пришли к нам на первое рабочее место, это стать по-настоящему медицинскими работниками. То есть добавить ещё третий этап. Это общение с пациентами. Я ещё в области застаётся недохоп у педиатрах, терапевтах и урачах худкой медицинской допомоги. Гэтую кадровую потребу частково вырешать интерны, якие на будущий год, так бы мовить, подрастутся до урачов. Зараз у области практикуется 283 интерны. Катярина Градницкая, Виталий Алексеенко, Новины Региона. Про мир, братское сябровство и относины до справы. Миколай Чаргенец, устроился с представниками медицины, адукации и культуры Бобруйска. Член Совета Республики Национального Схода Беларуси, письменник и сценарист, поделился своим бачением ситуации у державе и поглядом на её будущую. Размова письменника с представниками медицины, адукации и культуры Бобруйска отрималась, кажусь, без гальштуков. Говорка ишла про относины помеж державами, про политику, экономику и больше повседённые пытания, например, про планование семейного бюджета. Не обойшли и пытания про ционные дисциплины, якости и конкурента с дольностью беларуской продукции. Миколай Иванович с поколения народженого у 30-х. В памяте Ишмат писал про войну. Он был футболистом, працевал оперативником и начальником криминального вышинку. Три годы воевал у Афганистане. На протягу 40-х год он у Творчим Союзе Письменников, а теперь член Совета Республики Национального Схода Беларуси. Мы можем с уверенностью смотреть вперёд. Наша страна развивается очень хорошо. И то, что вот примет этот спад, но мы видим, он не сказался уж так смертельно или тяжело для каждой семьи. Пережили это. А впереди, я думаю, нас ждёт всё-таки хорошие результаты и более лучшая жизнь. После завершения встречи Миколай Чаргинец, гэтым разом не письменник, а член Совета Республики Национального Схода Беларуси, отказал на пытании бабручан. Алена Кутузова, Иван Боровы. Новины региона с Бабруйска. На пожары у Климовецким районе вырятовали мужчину. Каля пяти годин ранецы, на спецлинию 101 поступило поведомлення про узгорание квартиры у двухповерховым жилым доме у вёсты Тимонова. Подчас ликвидации пожару вырятовальники знайшли 39-годового господара. Яны вывели ягу на улицу и передали медикам. С диагнозом отручванне продуктами горэння. Потерпелого шпитализовали. Спецлисты меркуют, что узгорание могло отбыться за неосерожности при курэнне. У Парижи проходит чемпионат света по боротьбе. Спортсмены змагаются у трёх видах – греко-рымской, вольной и жаночей. Серотудельникова пошняга вида – бабруйчанка Ирина Курочкина. Яна выступала у ваговой категории до 55 килограммов. Беларуска Пачарзия перемогла у поединках за ербаджанской, канадской и российской спортсменками. Леупа в финале проиграла соперница из Нигеры. А пошню свою схватку на чемпионате Ирина проводила в боротьбе за бронзовую медаль. С ликом 9-1 Курочкина была мацней за госпадыню першинства французскую спортсменку Матильду Рывьер. Таким чином у знагорода бабруйчанки стала третья ускорбонца нашей сборной. Чемпиона цвету протягивается. Народное объединение мастерства с горок святку и юбилей. Суполка мастров у аматоров створяет, демонстрирует и радует своего глядача ровно 25 год. 40-го дня мастаки и мастери декоративно-прикладного мастерства безумовно означают уласной выставой. За маторскими профессионалами из глубинки познайомился наш корреспондент Олеся Рыбалка. На выставу «Знаходы юбилею» каждый из мастерства пропонувал свои самые любимые творы. Это как признание любви родному объединению. До приклада Маки от Людмилы Шилиной, которая одиною в районе занимается машинной вышивкой, альбо замежные пейзажи от Алы Аураменко. Родные краевиды от Александра Плоткина. Нас вдохновляет. Мы ездим, показываем и сами что-то видим, и потом изображаем на своих работах. Поэтому объединение – это что-то нас, это наша жизнь. Я помню, как это все начиналось в таком маленьком скромном домишке в центре города, в таком холодном выставочном зале, который почти не отапливался. Нам было там холодно, и картины наши мерзли. Но вот тогда, наверное, все зародилось. Еще не было объединения. Для меня это как хобби было. Поэтому, собственно, с детства рисовал. Рассказать про каждого, а объединение больше за 30 человек, не хопить, как кажут журналисты эфирного часу, заслуговывая уваги кожный творца. И кожный у свою чергу удячный керавнику объединения, якая не дозволяя думать про взросл, надае кожному впевненности, и за усёды рухается наперед. По возрасту, естественно, устаешь где-то. И поехать куда-то на выставку тяжело, потому что здоровье не всегда позволяет. Но Валентина Валентиновна дремать не дает. Девочки, надо. И всё, собирайтесь и поехали. Ваше объединение мастатства, оно какое? Самое лучшее. Потому что люди очень талантливые и самое лучшее только в моём объединении. Самые красивые женщины и самые умные мужчины. Вы, наверное, прошлись по выставке и увидели, какие тёплые, очень добрые работы. И вот эти люди с 1992 года, они у нас в строю. Быть устроить, да помогая богатая творчая деянность, могчимость примать удел у пленэрах и разностайных выставах, только что маэстры вернулись из Польши. Зараз рактуются до поездки в Москву. У выставочной зали Мясцового этнографичного музея побывал уже и городский глядач. И от знака работам своих земляков самое высокое. Я просто уверена, что любой человек, любого возраста, придя на эту выставку, восхищаясь этими всеми произведениями, он идёт уже другим человеком. Он поймёт, что есть мир прекрасного, что есть другая жизнь, яркая, романтичная такая, которая так согревает душу человека. Городские аматы рымостатства запрошают на выставу. Яна Буделадится до первого кострышника. Олесь Рыбалка, Денис Бутылин, Новины Региона. Самые актуальные новины в нашей области можно увидеть и на нашем сайте tvrmogilio.by. А на этом я за вами расцветуюся. Дякую вам за увагу и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова